Я зачитаю рекламу. Первым делом представить за члены жюри, за дону свою честную организацию. Затем наш уважаемый взгляд представится до двух минут. Все, что захотите, если вы рассказали, пожалуйста. Я слежу за временем, то есть ваши ответы по две минуты больше вот такой не даем. Следующим шагом я буду задать вопросы, одинаковые для всех приходящих на сайт исследования, а все до двух минут. Всего сегодня будет задано на 9 вопросов. Далее, члены жюри задают свои индивидуальные вопросы, необходимые для высказывания в конце собеседования своего мнения. Время на ответ до двух минут. И суд, в случае на этом собеседовании представителей хозяйства общественности, смогут задать каждому из претендентов свои вопросы. И также вот у нас сегодня из интернета поступают вопросы, благодаря тому, что у нас у нас есть три. Затем голосование жюри, объявление результата. Время проведения собеседования 30-х минут при наличии большого количества вопросов будет в час. Жюри не ограничено во время для вынесения своего решения, но до конца сегодняшнего дня, конечно, мнение будет высказано. Итак, прошу членов представить вам все нужны с вас. Каржанова Матер, председатель Казахстанского бюджета Савокрута Харькова и сопредседатель всех национальностей Харькова Харькова. Пальцов Анна Борина Ассоциация профессиональных бюджетов. Именно потеряю у адвоката Харьковский гражданский форум. Саня Леонорло диаспора Таджика Плайбат. Анатолий Шикост и право предприниматель. Анатолий Астанирова координатор Украинского рудовства Большин. Витер Смарадинский доцент национального юридического университета адвоката. Сергей Казахстан Анатолий Господа Горбатская организация Нажим Мэр. Мастер Желинков Судовик Витер Мартин Гаваримин президент Ассоциации Натальи Судового Духарда Рудовской Украинской Украины. Я Ирина Авгрус представляю жилоческие Украины. Итак, пожалуйста, представьте вы, все, что вы хотите. А, можете сидеть, пусть вам удобнее. Будь я новую управляю, как звучит что-то. Вы называете Нечипаренко Ирина Буколаевна. Я на даний час працюю суддею Деркачевського районного суду Харківської області. Починала свій трудовий шлях з Харківського районного суду з 95-го року з ков'єру. Була ков'єром, була судовим розпорядником, була івальюсом, биловодом, секретарем судового заседання, державним обвинавцем, поручником суддів і зараз суддя. Це що стосується кар'єрного розпорядника. А що-то ще о себе говорите? Одружина, 20 років вже одружина, маю доньку 15 років, живу зі свекром, зі свекрохою з самого початку, маю батьки, рідну сестру. Робота це моє захоплення до такових. Немає, оскільки все зайнято. Я вся в роботі. Сім'я і робота. Все, побільше. Понятне. Спасибо большое. І так, наш перший вопрос. Інна Ігалена, а що б хотіло вас прийняти в нашому сьогоднішній собеседованию? Чому ви прийшли на цю встречу? Ви знаєте, я не можу сказати чому, можливо, це, можливо, внутрішній поплак, можливо, я коли почула інформацію, ми запрошуємося, ну, такі, як я безстраховую, і обираємося. І я одразу сказала, що я піду. І не вагалася жодного разу, і висказала своє позитивне ставлення до цього. Тому що, що б мою, чим я керувалась, я навіть не можу сказати. Я не заборячую проти цього, я тільки завтра. Спасибо. А зачем ви пішли в суд? Як ви взагалі вирішили ту професію? Ну, спочатку мені дуже взагалі подобалась робота в суді, тому що моя сусідка працювала суддею. І вона, мабуть, мені, я завжди бачила, і коли все, вона мене брала до себе на роботу, і ще в школі була, і все, і мені як сподобалося, я пішла з кур'єром, вона запропонувала, що поговорить, у нас є посада кур'єра, підеш підо. І так і сподобалося. Спасибо. Інна Ікаларина, вас уставила заробітна плата вашої должності. Яка у вас заробітна плата? І крім заробітна плата, які у вас встежники дохода? Інших ніяких джерел доходу немає. Заробітна плата моя мене зараз влаштовує, не дивлячись на те, що воно стало значно менше, однак їй достатньо, щоб організувати своє життя. Зараз, ну, за... Ну, я писала в заяді. За березний місяць моя заробітна плата склала 7 075 гривень. Я вам могу. А крім заробітна, є якісь істочки? Ні, ну, чоловік. Отсюди. Понятна. Істочки, да? Да. Понятно. Ну, а как ви считаєте, нормальна? І можна більше, менше? Ну, преділа ніколи не буває, я думаю. Ну, всігда можна. Ми отримували раніше 3 тисячі гривень. Я от коли прийшла сутею, ну, хватало. Стала отримувати більше, набагато. Також. Хватає. Зараз ми половину менше отримуємо. Ну, скільки отримую, скільки. Так і планую свою життя, свою джинку. Дякую. Так. Наш следующий вопрос. А как ви любите проводити своє свободное время? Ки ви отдыхаєте? В розумінні... Відпустка. Подорожі десь. А, ну, подорожі. Ну, подорожі. Ну, друзі, ми варимо кашу завжди. Це завжди. Це якщо так, тут помістюю. А як відпустка, то, ну, я дозволила собі подорожувати, от як з моменту підвищили заробітну плату. Ми подорожували під агідою Вищої ради юстиції. Були такі проекти. І ми суддями подорожували. Судді, адвокати запрошували до цих подорожей, нотаріумся. І ми подорожували в Європу. Там у нас була зустріч з колегами. Ми вмінювалися досвідом. Ми були у них в судових засіданнях. Вони нас запрошували на свої другі стали. Це воно. Господин адвокат, яка відпустка. Да, це воно зустріч з колегами. Зараз вже цих подорожів. А вот які самі дайні страни вам приходилося ввести? В Україну, Європа. С цим проєктом, да. Я твічі їздила в Україну. Так. Інна Николаївна. А вот, якщо у вас рішення, основане на рішеннях Європейського суда. Какова ваша практика приміняння рішення Європейського суда? Да, в сімейних справах я завжди застосовую. Оскільки застосувати рішення Європейського суда, його насправді не так просто. Оскільки потрібно... Ну, ми зараз всі говоримо про рішення рішення Європейського суда. Не мало хто застосовує. Якщо відкрити реєстру, то мені потрібно було зробити... Я взагалі не робила про застосування рішення Європейського суда, то насправді дуже-дуже мало судів застосовують рішення Європейського суда. Я, в частності, застосовувала, коли ми розглядали справи соціальні, пенсійні, про учасників Чорнобильської АЕС, то там ми застосовували. Дуже застосовували рішення Європейського суда. Пам'ятаю, кічко проти України. Дуже тоді. А так, в повсякденному житті рішення йдуть більш-менш шаблонні. При захисті чисті гідності, ну, в сімейних справах завжди, коли вирішується питання про дітей, про місця проживання дитини, також застосовують завжди рішення Європейського суда. А так, в моїй практиці, ну, по правил власності, вони, рішення де застосовуються, де спір іде, от де йде спір, а, ну, скажімо так, спірних рішень, насправді, не дуже багато. В основному рішення йдуть без спір, як правило. Ну, як правило. Тому в усіх спірних рішеннях застосовуємо практику. Добре. Спасибо. Саме з позиції корупції чи взагалі зміниться в системі? Ну, от, як вам удобне, як би, відповідати? Можна з точки зрення корупції? Знаєте, я з корупцією не пов'язана, тому мені важко. А вам що, нігадані не благодали? Ні. Так, щоб запропонувати взяку, ні. Тому що, можу знати, що довели безполізно. А вам приходилося давати? Все взякує. Ну, в медицині, так. Ну, якості, можливо, в благодатності. Це так скажу. Ну, от, смотрите, в обществі существує таке прогумнення, але, наверное, не без основання, що судді дуже, там, всякі разні бувають, в тому числі продажні. Так? От, що можна робити для того, щоб, ну, змінити це мнення? Що повинно змінитися в суддістві, для того, щоб появилось доверие народу? Ну, ви, по-перше, таких осіб, які запрямували нашу систему, їх потрібно здаємнути. Це, по-перше. Якщо таких осіб не буде, то і думка громадян зміниться отразу. Єсно, є, мають місце такі факти, ну, і потім це все лягло на нас, на всіх, на наші плечі. Тому, мабуть, ви мені задаєте це питання, не можу на нього відповісти про корупцію, оскільки я не пов'язана з корупцією. Ну, а згодна, що всіх людей, які запрямували систему самокорупційну, вони є в неї місця, в нашій системі. А вот судді, ну, це суддейське обществу, воно способно самостоятельно відбавитися від цих людей? Я вважаю, що ні. Це неможливо, навіть через саму процедуру обрання і усулення з посад ми не приймаємо участь. Як колеги, я не приймаємо участь. Спасибо. О чому ви искрінні зжалієте в своїй житті, Інна Николаевна? Там, це таке питання, що не знаю, я вам ні про що не жалкую. Мабуть, я ні про що не жалкую. Я проживаю на Україні, в мене була можливість виїхати з неї, скажімо так, ми не годучи, ну, пункали нас колись ще приїжджати до нас. Ми трохи пожили і вернулися назад, сказали, ні, я буду жити тут. І я люблю свою Україну, люблю роботу, люблю семью, люблю своїх всіх друзів, міських. Тому в мене є дуже жалкую. У вас є екрановідь? Да. В какой? Фонда Церин. А в сім'ї це один автомобід? Да. Выводити машину? Да. А як з гаїчника? Не нарушаєте правила дорожнього ремонту? Нет. Резятки до ці? Нет. Що, правда не нарушаєте, ні, 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 ні. Тут у мене чоловік зараз присутній, він вже навчився ременем вивану. А, спеки користуватися і тільки усі зберігали. Да, і скоростний режим теж, тому що я сказала, як кожного дня зараз до полоколу я ще стала працювати, то звичайно, як ідемо по трасі додому, ну, не без того, що можна там трохи 120 там замість. Ну, не без того, що було раніше. Потім я сказала ще, ні, ні, не можна цього робити, а скільки я сама ще гляд. А в мене право проще я заглядаю, в мене всім читаю на цю тему, тому він тут можна сказати ще це правда. Дякую. 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 Інна Николаевна, назовіть, будь ласка, 5 людей, являющихся для вас приєром патриотів. Кто для вас приєд? Ну, в любое время, то есть в наше время, то не наше время. Люди, які являються таким образцом патриотизмом для вас. Конкретно осіб цих назад? Зараз прийшли мої друзі підтримати, вони патриоти. Вони патриоти, у них і Карадачанська єдність організована, вони є членами. Вони дійсно патріоти і на то допомагають, і з корупцією також борються, приїхали підтримати. А що стосується, не можу зараз сказати, тому що я суддя, я від політики не повинна залежати. Якщо я назву зараз якесь прізвище... А ви думайте, ми політики, а це не політика, а це політичні. Я просто не можу з тих міркувань, що... Я, ну як би... Я керуюсь кодексом суддівської етики, і взагалі суддя не має права не приймати участь ніяких політичних акціях, не належати ніяких політичних партій. Тому можна я не буду називати просто прізвище... Я прошу... Тарас Шевченко... А, я думала, що зараз на політичній арені... Вони політики... Вони політики... Все, все, це дізрозуміло. Ну звичайно... Звичайно, Тарас Шевченко... Це дуже значно. Тарас Шевченко... Ліна Костенко... Ліна Костенко... Грушевський... Ми зараз через полюбання не можемо заорієнтуватись до кінця назвати... Тарас Шевченко... показываете нам себя через ваши ответы, здесь не экзамен, здесь мы не задаем вопросы, правильно вы ответили или неправильно, то есть вот это такое действительно общение с, ну, наверное, это какой-то такой клан судей, которые были очень сильно закрыты, мы очень хотим видеть судей в вашем лице людей, нам интересно, как вы живете, как вы отдыхаете, не для того, чтобы там, ну, как это, использовать как-то эту информацию, да, а просто вот чтобы наступил такой действительно момент, что мы же с вами все живем в одном обществе, да, и вот эта вот открытость, вот это умение разговаривать, вот то, что сейчас у нас происходит, вот мы таким образом устанавливаем этот диалог, поэтому, ну вот, совершенно нет повода волноваться, ну, волнуемся не меньше вашего, честное слово, поэтому, ну, если что-то, какие-то вопросы, там, уточните, там, то есть мы разговариваем, вы не сдают экзамены никакого? Ну, я зрозуміла, ну, для меня это как экзамен, ну, сколько вы думаете? Ну, понимаете, я, когда в процессе разговариваю мовою закону, я спілкуюсь там с особами только, ну, оцениваю их доказы, я их оцениваю, но они разговаривают, а я там мовчу, поэтому сейчас мне разговаривать трохи важко, честно вам скажу. Ну, ну, ну вот, времена меняются. Ну, я думаю, что в будущем это будет нормой, а сейчас еще, ну, я вперше вот такие остановки. А вообще в Украине вперше? Вперше, поэтому... Хорошо, спасибо. Зараз ориендуватися в патріотизме, в особах, звичайно, много патриотов, и, звичайно, мое ставление до них так уж позитивно, доброзрачное. Ну, знаете, так сразу назвать пять. А вы? Вы патріот? Я, да. Вот. Видите, а вы же патріот. Я патріот. У нас не можу бути сама для себе идеалом. Хорошо, наши общие вопросы закончились. Сейчас вот члены жюри, пожалуйста, ваши вопросы. Дмитрий, а вот информацию на которую забирали. Что-то есть там особенно, на что нужно обратить внимание? Так, уважаемые данные жюри, здесь такое удобно. Значит, смотрите, ну из того, что в открытых источниках нам удалось на сегодняшний день собрать, и Инна Николаевна подтвердит, правильно ли это или нет, значит, призначение у вас произошло 10.11.2009. Да. Да? Керкис судовых решений 955 за открытыми данными у державного реестра. У нас есть информация о переверке вашей иллюстрации, эта заявка и о декларации по доходу у нас нет. Вот. Информация, что сейчас она уже есть, она уже в жюри на огляде. Информация про нее против правного характера у открытий джерелах также на сегодняшний день нет. Про вынесение заведомо неправосудных решений у нас таковых данных нет. С урахованием того, что мы, вы знаете, обратились до общественности, наши горячие линии працюют. Таких фактов в сегодняшний день не надходили. Что до пани Нечоперенко и Николая. Такая ситуация. Ну, на самом деле, решений мы вынесли много больше, поскольку реестри – это новела также в нашей системе. Поэтому в реестри стали отправлять решения с 2011 года. И не все решения в реестри отправлялись. Только эти решения, которые, на самом деле, решений принимаются на много больше, которые не оскаржуются. Они в реестри не отправлялись у хвала. И поэтому решения много больше. Да? Да. Можете питать? До речи. Чи все ваши решения потребляют до реестру на этот час? Все. Все должные решения потребляют не позже наступного дня, оскільки это питание мною особисто контролируется. У меня есть два вопроса. Первое вопрос. Чи вы вспоминали бы своим коллегам и своему керевництву, ну, судям, что в этой вашей инициативе пройти и пройти иностранную, иностранную иностранную процедуру? И если так, то какая была разница ваших коллег? Розповедала. Реакция была різна. Деякие коллеги меня поддерживали, и некоторые засомневались. Ну, я еще и говорила, что я не сомневалась. И уже в моем моменте. Поэтому мне реакция моих коллег, ну, так скажем, что она мне очень нравится. И второе вопрос. Вот, честно говоря, вы третя судья, которая сегодня ходит в эту индустрию в эту коррупционную процедуру. И все трое, вот, вот, два подпоретних ваших коллеги, и вы разом, спором, скажете, что, ну, безумовно, не маете никакого отношения до каких-то коррупционных схем, хабарниц, хабарниц, все и все. И при цьем, я думаю, достаточно открыть будь-який засоб массовой информации и даже висловление органов публичной власти щодо этого. Есть статистика, что общество считает суд одним из коррупционных органов в Украине вместе с правоохранными органами и с органами податковой инспекции. Это первая тройка. Как вы считаете, это правда, это не правда, это просто инсинуация? Как вы можете объяснить такую статистику? А статистика, что вы знаете, на ней не попришла? Ну, это правда. Раз громады и спортсмен говорят, то мали в месте такие факты. Люди, мабуть, стыкаются по ценам. Вы понимаете, что я в этой системе, я отвечаю за себя, что я в коррупционных действиях ніяких участь взагалі не принимаю. И если бы мали место такие факты в отношении меня, то это бы уже, мабуть, знали, и уже про это поведомлено. Назначено, сколько были в наших прозвищах поведомлены всем. И всем уже, кто важен. Это же про вас. Я про ту кухню, в которой вы работаете. Вы понимаете, что я с теми, по один бік находлюсь, поэтому я не могу сказать, я говорю за себя. Я чую думки людей, которые говорят, что действительно коррумпирована структура, действительно невозможно иногда добиться правды, но я в этом участь не принимаю, а за других я отвечу не могу. Но вам не образливо, потому что общество считает, что судья и коррупционер – это синоним. И я несу коррупционный тягар, я также несу на своих плечах. И что делать? Мне же уже говорили свою думку. Только выбирать систему таких людей, которые так запрямовали систему. Есть в нашей системе хорошие люди, есть честные люди, добрые люди, справедливые. Но, однако, те действия, которые другие мои коллеги сделали, они поставили такую плягу на нас на всех, что теперь нам не вернулись. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие действия, на ваш взгляд, есть коррупционные? Например, с тем, что вы слышали среди своих коллег. Почему говорить? Я, например, слышала такую ситуацию, что судья, что ей нужно воды попить, и вышла из зала судов, и пошла до Верховного судья, Зажинского судья, с ним говорила, взяла до Верховного, взяла до Верховного, какие-то материалы, которых не было в судовой справе, и пришла, и вынесла уже, ну, на Верховного, несправедливый взгляд. Это коррупция? Как вы понимаете, коррупция в судах? Так, как я понимаю, так, как это люди, мабуть, это, по-перше, хабари. По-перше, хабари. По-друге, это, когда иди тиск, когда телефонным правом используются какие-то высокопосадовцы, тиск иди безпосередньо на суд, чтобы вы приняли те или иное решение. Ну, это, может быть, коррупция. А вот та ситуация, если в час судового заседания судья оголошу маленькую перерву, и где радиться с главным судом? Ну, не можно. С точки зрения закону, перерву можно оголошивать только в изначенных процедурах. А если уже оголошивается перерва для каких-то особистых, и, тем паче, для идти там с кем-то порадить, какие-то там другие документы, десь взяти, то это уже однозначно нет. Это не правда. Это знак коррупции, можно так сказать? Или это просто порушение заправления? Ну, может, это порушение. Я не могу сказать, что это. Для того, чтобы сказать, что коррупция, это нужно, ну, цей факт зафиксировать как-то. Тогда это будет коррупция. А так мы сейчас просто разговариваем, я считаю, что это порушение неправильного судья. А у вас есть какие-то виды идеальной, ну, например, работы, ну, того суду, где вы собираетесь быть, ну, в каком-либо суде, в небольшом проемном суде, как бы вам хотелось бы, чтобы вот працювали суды. И вот эти маленькие, и глобально, вот там уже врахованный суд, и вот такие какие-то, ну, какие-то, ну, бачи, визии. Тобто, как мое... Мое быть, я не понимаю, для меня особисто, или для системы в целом, или для моего суда? Не для вас особисто, а в стране. Для страны, для судовой системы в стране. Вот маленький суд районный, мое працювать так, так и так. Верховный суд, вот, сейчас там не так, а мое быть так, так и так. Тобто, какие-то, ну, как бы, зауважения, ну, какие-то связи, как у нас, не мое, но мое быть. Ну, что требует покращать? Вы знаете, я думаю, нет разницы между маленьким судом и великим судом, поскольку в всех этих судах должны працювать люди, в первую очередь в суде, судья, который должен керуться законом, который должен право свободы керуться. И если на всех ланках, на всех уровнях судья будет неупереджен, будет керуться только закону, то эта система будет работать, как годинник, и для нее будет добирая. Независимо, это маленький суд или это большой суд. Мы все однако, все уровни перед законом, и судья, я как судья, где-то я не працювала, на каком уровне, я завжди маю для себя знать и знаю для себя, что я керу столько закону. И, конечно, справедливость. А как Вы считаете, сколько лет нужно в Украине, чтобы действовать судовую реформу, реформу в судовом системе, и суд працювал максимально навыженно до того, что… может быть не в руках справа, можно это сделать быстро, если бы все хотели. Если бы не было перепомнить, если бы все шли до одной мети, то это можно сделать очень быстро. А если у нас начинается на каждом этапе покинуть, что кому-то это не понравится, кому-то это невыгодно, то тут можно говорить про один год, а можно про 25 лет. Главное, чтобы все знали, чего они хотят, и шли до этой мети, чтобы никто не заважал, чтобы все это делали до часа. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а что больше всего заважает вам? Можете вы, вот, какую-то, 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 что вам заважает или что-то? Что вас дратует? Что вы хотели заменить? Перше. Ну я, по-перше, может быть, это может быть не дратует, а это, да, больше заважает то, что я, как судья местного суда, мы многофункциональны тоже. Я бы, я бы, розмежувала на, спецеализацию. Я бы ввела спецеализацию. Оскільки неможливо, я з одного процесу бежу в другий процес, тут меня уже ждет криминальный, тут уже все, и оце, дуже, иногда, тяжко переключиться. Да, да, переключиться тяжко. Оце б я бы, если бы была спецеализация, то это было бы набагато краще. А так все иное, ну ничего не заважает, если честно. Працюю себе, застосовываю. Бывают такие законы недолго, которые важно застосовывать, которые ты бачишь, есть в тебе ситуация, есть человек, и закон, который, ну вот, человеку нужно как-то допомогать, а этим законам человеку не допоможешь, а другого закону не будет. И тогда уже, вот, бывают такие ситуации, но они будут всегда. Неможные. 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 Неможные, может быть, все передачи и описать. Тому это только специализация. Деяки говорят, что «слідчий суд» как раз новый КПК, мы «слідчий суд», в нашем суде все «слідчий суд», у нас немало того, что кто-то слідчий, кто-то не слідчий, мы все «слідчий суд». Мы на сборах судей и решили, что до кого до первого попало подание по этому криминальному проведению, то потом уже все колпотания по этому криминальному проведению решает этот же судья. Это немного легче, когда приходит потом справа, то включается только один судья, который уже принимал участь как следственный судья. Ну и все равно, бывает так, что еще следственных судей, так можно окременно, еще было недель и следующее судья, чтобы она занималась тельпицей, а вы тельпи поделились. Ну как и положено, да. Да, додадим им важного тоже, трех этаж. У меня есть вопрос, вы несколько раз упоминали о том, что у вас есть друзья, которые вас очень поддерживают, но также вы сказали, что реакция коллег вас очень волнует. Скажите, а как вы поступаете в ситуации, когда кто-то для вас близкий, знакомый, ваш друг, например, просит вас о пристальном внимании какому-то делу или принятии какого-то решения по этому делу? Какая ваша реакция в таком случае? У меня одна ответственность. Я принесу решение по закону. А если что, говорите тогда о том, что это может нарушить какие-то хорошие взаимоположения? Ну, такой ситуации у меня не было, сколько я живу в люботанне, працюю в Дергачаке. Мне легче трохи, что там нет моих, никого, взагалі, нет моих знакомых. Может, думаю, так. Могу смело рассуждать. Ну, а взагалі-то, я всім сразу відповідаю, хто б там не звонил, не просил, не говорив, звернути увагу якось, приделить увагу якісь, не хвилюйтесь, все будет решено по закону. Думаю, якщо б до мене мои близкие звернулись би з таким проханням, і я б вирішила, а по закону було б не на їхній стороне, оскільки я керуюсь законом, і я викладу свою думку в рішенні, і там буде вся моя мотивація, чому я так поступала, думаю, що мене не зрозуміло. А якщо я піду на зустріч комусь там, кому не попросим, і викладу, то тоді вже, тоді вже ніхто не зрозуміло, яку ще піду на це рішення, і ніхто не зрозуміло, ні, тільки не зрозуміло. Скільки у вас було дел, де були приняты ваше виводи, вердикт ваш був принят, з вашей точки зрения, а со временем выяснили, що це була ошибка? Скільки скасоватих рішення? Ну, от ваших, от ви приняли, з вашей точки зрения, це було правильно, так, наприклад, комбірувати, да, там, і ще щось, в якомусь там плані, да. І через время виясняється, що следователі неправильно собрали там, чи хтось отговорив когось, да? Ну, все, ну, що, апелляція, це не можливіше. Але все равно, це ж це... Вон, коли воно, коли ошибка, а судье отговорила, коли обстоятельства відкрившимися, неизвестні, то так, це ж різні речі. Я не говорю, а... Можна йти інші, ну, дві, ну, не жаль, не жаль, не жаль. Когда, вот, знаете, вот, вы чувствуете внутренне, що, может быть, вот, надо пересмотреть, і так, понимаете, все равно говорите. Вони всігда межа йде, ну, апелляційний суд, як але воно, що вирок, виправдувальних вироків в моєї практиці не було. І, взагалі-то, статистика говорить, що за 2013 рік, наприклад, із восьми виправдувальних вироків, які винесли в області, тільки один залишився. Апеляційний суд, як би ти не йшов, апеляційний суд, на жаль, зачастую не підтримує нас. Тому, як коли виносила вироки, і якщо апеляційний суд скасовував їх, то скасовували ще тоді до доведення нового КПК з направленням справи на додаткове розслідування. Тому що, якщо неякісно було проведено досудове розслідування, і якщо там був якийсь тиск своєрідний на підсудного, тоді, якщо докази збирались там трохи неправильно, і для того, щоб поправити цю ситуацію, апеляційний суд скасовував всі вироки і направляв на додаткове розслідування. У мене були такі випадки, які ми направляли, як три справи. Направляли на додаткове розслідування, апеляційний суд залишав всі вирок. Тобто додаткове розслідування тоді за старим КПК це було своєго виправдування вирок. Зараз в КПК такого немає, і склалась така ситуація, що і виправдувальні вироки в силі не залишаються. Не залишаються вони в силі. Чому я не можу сказати? Скасовував апеляційний суд. Тобто ви як адвокат можете це підтримати, що як ти не викрито, що ти не зробиш, це не незалежно. А раніше це було додаткове розслідування, це було спасіння для всіх для нас. Тобто це гірше стало з цим КПК? Це гірше. Була втрачена ось ця можливість, і ви можете винести лише обувальнування вирок? Так, фактично може винести, можна винести і виправдування вирок, але він не встає, не приємних обставинок. Це даже... Вопрос, допоміння. Я не зрозуміло, честно, мене так приєкнуло серце. У вас що, в вашій тактиці судебної ні разу не було оправдателі. За всю вашу такти? За тисячі ваших тіл? За п'ять років не було оправдателі. Ну і при цьому було, що в нього скасово згод. Ну так це понятно. Тому що апеляція не любить оправдателі приговори. Тому судді першої інстанції їх не відносить. Статистика в Україні в цілому. Трин процент виправдувальних вироків в Україні. І це не... Це довіна суддів. Ну це не довіна суддів. А чия? Система. Система, тому що... А що такова система, якщо не судді? Ви розумієте, що якщо б я винесла ввинувальний вирок, а апеляція скасувала, я б я висла виправдувальний, отут б я вже була б моя вина, що я винесла незаконна. А так, жодного лопатку такого не було. Хорошо. А у кого не винні? Внутрені ощущення було? Всегда, що ви правильно приймаєте решення? Когда не приймали решення, потрібно вже вийти. Якщо я бачила, що нема складу злочину, по якому опинувачують, я переходила на іншу статтю, я переходила на іншу більшу віку статтю завжди. Ну, в тихому не було два таких випадки. Там, де особа погоджувалася, що одна дійсно, тоді вже особа погоджувалася, саме опинувачене, як і погоджувався, і казав, що дійсно, оте, що мені отаклеяли, того всього не було. А оце одно компромісце. Тому це тоді компроміс був. Мені хотів спресити, що я розумію для себе, що я отой вирок не винесу. Отой вирок, який мені пропонує сторона опинувачення, я його одного разу не винесу. Тому я виносила вирок, де перекваліфікувала дії і вже кваліфікувала так, що складно вироку, що дійсно інтонувачена опіляція лежить. Ви живете в Люботине, а работайте в Дергачі. А скільки це, примерно, по ростові? 42 км. Каждий день, десь 80 км. А скільки у вас діньк на бензин уходить? На бензин у мене уходить. Зараз вже, як і ціни на бензин, зараз вони ростуть щодня. Ви спрашиваєте, ви на машині їздите, да? Ну, це понятне. Кондо, Цивик. Я їжджу на машині, і ми на уходи року 3 тисячі десь 3 тисячі десь, розповіла тисяча днів. Як він за уходи? В місяць? В місяць. Я знаю, що зарплату віддаю до вулицин. А скільки по вирмені у вас уходи? 40 км. Я на пакаржній траси. Чи в апостолі? Да, подожився. До вулицині нет апостолі больше? Є. Я почував вашу географію. Где працює ваш муж? Ваша мама працювала в школі учителі на пенсії. Так я вказав? Ось не працює. А де працює? І коли ви вже 20 років живете зі світром і світром, де вони працюють? Світром і світром? Вона була зі світром, де працює? А муж де працює? На залізниці. Кем он працює? Теркомтериторіальний комітет профспілки. Вона профспілка? Вона профспілка. Понятна. Чи воно? Нет, у меня ещё есть, но другие. Так, ну вы же человек, понятно. Пожалуйста. Юную Украину вы знаете? Да. Анатолий Федорович. Вы сказали, что вам взятки не предлагают. Вы вот увидите меня, что вам не предлагают взятки? А может, что предлагают когда-нибудь? Нет, она сказала, что не предлагают. Вот объясните, что вам не предлагают взятки? Да, как же я могу знать, почему вы мне их не предлагаете? Может, знаю, что нет смысла мне предлагать. А почему нет смысла? Потому что когда я пришла на работу, то, конечно, маленький суд, все там уже один одного знали. Я пришла новая людина. Я поставила сразу так вопрос, что я ни с кем не церемонилась, скажем так. И что не было? Я не могу сейчас увидеть, я сейчас вам туда мало приятного вопроса. Ну, у вас своя задача, а у меня есть своя. Ну, главное, пожалуйста. А там сидят почти патриоты, да? Недавно. Скоричу, сколько? Нет. Нет, нет. Короче. Короче. Ну, давайте посмотрим. Жизнь сложная штука. Завтра власть поменялась, и их надо будет сажать. Как вы поступите? Потому что большинство придут к власти, а вы судья. И вам скажите, посадите. Я извинился. Я извинился. Все. Вы их уважаете, что они живут. А если всталося или не всталося, что вы обидели? Я хочу сказать, что я проработала 5 лет, были всякие випадки в отношении меня. И я жодного своего решения не приняла на пользу тех, кто не просил, скажем так. Я за 5 лет могу взглянуть каждую в речи, каждую абсолютно за все вынесенные вироки и решения. И буду смелым. У нас есть трансляции, тут в интернете слушают ваши ответы и видно кому-то захотелось вас запитать. Сколько вам нужно денег, чтобы вы ушли по собственному желанию? Не подобаетесь честным судьям? Я даже не хочу отвечать. Илья отвечает. Илья отвечает. Я свою работу люблю и працюю очень отдано. И на вечерний день выходу, когда ты встигаешь что-то там сделать. Все про это знают. Это приз вашего? Я отдаюсь работе вся. У меня такая вопрос. Дергачи, это у нас контрабанда, вся затриманная контрабанда, где Дергачевский суд. Вы у вас попросили такие дела или нет? По конфискату? Ну, если вы имеете на увазе криминальные дела или административные дела. Административно рассматривает Киевский суд, мы их не рассматриваем. Вся контрабанда. Дергачевский район уже давно не рассматривали, оскільки мутница на территории Киевского района и все административные правопорушения связаны с Киевским. Ну, я прошла уже, ну, в 2009 году уже до городика. А что касается криминальных дел, то это, как правило, были исторические ценности, какие-то там списки, наконечники, кто-то здесь вез. Гроши тоже. Что касается криминальных дел, то это административные правопорушения. Очень много из них находят грошей, там, в схованных машинах. Это все Киевский суд распределяет. А у нас исторические ценности и наркотики. И наркотики. Особенно летом, когда на Крым ездили раньше. И где там все? В Крыму, Казантин. Да, там просто. Вся Москва, у нас были все справа. Так, у членов, что есть еще вопросы, тогда мы подадим. Да, есть еще вопросы. Скажите, пожалуйста, вот мы не первый раз слышим по поводу апелляционного суда и его значение в жизни судей первой инстанции. Вот у вас есть в апелляционном суде куратор, так называемый. Если есть, то вообще какая его функция? Мне не совсем понятно. Считаете ли, что вам нужен там куратор где-то в апелляции? И как вы вообще относитесь к проблеме единства судебной практики и ее значимости для принятия лично вами решений судебных решений? Куратор наш пошел в отставку. Он был поважен. Пошел в отставку. Вот в грудне, 24 грудня была принята эта отставка. Сейчас у нас новый куратор. Это что касается, ну, нужен куратор. Потому что бывают такие случаи, когда нужно проконсультироваться и не знаешь, что... Это только... Ну, я старший. Старший не должен подсказать. Тому мы всегда телефоновали нашему куратору. Куратор нужен однозначный. Что касается единства практики, то это большая проблема. Это действительно проблема. Это действительно проблема, поскольку у нас очень много землиных спорей. Очень много в вашем районе. Уходят из правой популяции. Одна палата, одна из энергии принимает решение, другая принимает решение. Это беда. Мы, конечно, намагаемся ориентироваться на... Ну, я ориентуюсь на практику в еще специализованном службе. Я на ней. Потому что практика, пока уже там, она уже больше-менее стала. А практика в аккумуляции одни так, инщи так и... Успеем подробно решить, да? Да. Я хотела узнать, как вы сказали, что в вашей зарплате уходит на тофли. А вот 3,5 тысячи и у вас еще у нас лет ребенка, да? Он может учиться и образование, и все это, одежда, все расходы и классы. Там в совокупности полмиллиона у них на семью выходит. А дайте, пожалуйста, ограничить. Это в год, не в месяц, не в месяц. Год, в год, в год. А. Там можно зарабатывать чуть больше, чем... Да, у меня человек. А пенсия, мы не у... Ну, я просто... Нормально у меня нет, я не знаю. Ну, вы знаете, железная дорога, государство... За месяц только зарабатывается. Да. Ну, мы не рассматриваем... Это не наше дело. Да, это не наше дело. Нет, это официально задекларировано. Да, официально задекларировано. Да. Да, Даруло. И как звучит ваш вопрос? Все? Нет, все, я могу. Я могу просто... По всему классическому вопросу я всем создаю. А вы бы хотели вас больше, да? А вы бы... У нее уже 15 лет. Скоро уже поступать куда-то. Ну, вы хотели, чтобы она стала юристом? Я бы хотела, а вы она нет. А она не обожает. Она не обожает. Да. Заставлять, а не будет. Это ей будет. Да. У меня нет. 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 У меня нет вопросов. Пожалуйста, давай. Скажите, пожалуйста, сейчас, после Революции Гидности, у вас есть какие дела по людям, которые заважали ему на Майдане, какие были тетушки? И вообще, когда были дела после Революции Гидности, как вы, особистые судьи, ставили себя на это? Ну, таких справ, но его проведения не было. И вообще, из вашего суда не было? Не было, так? Не было. Не было. Ни титу, что не было? Не было. Не было. Ставления не было. И было. Потому что не было. Да. Да. Ну, что, еще есть? Так. Еще одно вопрос. Я бы хотела, мое традиционное. Скажите, пожалуйста, как вы ставитеся до недоторганности судов? Недоторганности судов. Недоторганности судов. Вы бы хотели, чтобы она была? Читаем. Я считаю, что мне вообще нет потребности. Сейчас это актуальное вопрос. Недоторганность, недоторганность. Мне вообще нет потребности. Я считаю, что если ее снимают, хай снимают, чтобы об этом не говорили и не было потребности. Не было потребности. Недоторганность. Недоторганность. Значит, наши жюри руководствовались принципами открытости, порядочности, профессионализма, патриотизма. Пришло бы в виду, что вы, на наш взгляд, вполне соответствуете этим принципам. И мы поддерживаем вашу премиадуру. Спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас один вопрос. Как вы смотрите, можно ли разрешение использовать запись, каким-то образом использовать ролики? Во время пресс-конференции. Вот то, что мы, ну, как вы сегодня обсуждали, у нас шел стрим, можно ли это использовать в дальнейшем? Ну, не знаю, даже как бы не сказать. Ну, подумайте, если это... Ну, не в ущербе, если это будет... Ну, знаете, потому что можно бы выхватить из контекста, знаете, какие-то моменты и показать, как не хотим. Понимаете, что... Это что-то больше в воде, это... Чтобы показали вам? Да, да. Вот так я абсолютно не возражаю. Потому что же говорю, что можно бы выхватить из контекста и показать... Никто не собирается вас в голову. Мы же не можем представить вас в негативном свете, потому что мы дали положительное заключение. Так что в этом смысле... Если бы наоборот... Спасибо за доверие. Юрий Ильич, а дискуссия подойдет от вам в вопрос... Почему вы подумали? Можете обменяться, как вы думаете. Ну, юристам дискуссия всегда возникает. Иначе тогда это не... Вопрос такой. А сколько вы знаете по Харьковской области за последнее время оправдательных приговоров? За последнее время? Ну, скажем, за последние... За последние 15 лет. Ну, у меня что? Я такую статистику не знаю. Я не знаю такую статистику. Вы знаете о таких случаях? Я не знаю о таких случаях. Как много? Знаю, вот в Червонозаводском суде в прошлом году оставили в силе вот этот приговор остался в силе. Как он прошел касацию или прошел, может быть, на сегодняшний день не прошел, это тот, который остался один в силе. Апелляцию оставили в силе, да? В нашем суде отменили приговор. Ну, отменяют. Апелляция отменяет... Отменяют. Все. Под любым предлогом. Почему так? Как вы думаете, почему? Извините, может, если взять... Это уже такое профессиональное обсуждение. Вот как вы думаете, почему? Я вам скажу так. Ну, в мире же значительно выше процентов. Потому что не хватает смелости. И все. Потому что получается так, что когда... Апелляционный суд, смотрите... Апелляционный суд, как по мне, отменяя наш приговор, ну, наш приговор отменяя, Их выносят ухвалу, яка оскаржению не подлягает. Вот они скасовывают вырок и направляют на новый рост. И их ухвала оскаржению не подлягает. А если они выносят свой вырок, то их вырок подлягает касационному оскаржению. И очень много судей, которые просто боятся, выносят такие выроки. То есть, получается, что мог бы вы пытались посреди лучшего предыдущего организма. Да, лучшего. Да, лучшего. Если раньше направили на доследование, и дело так умирало. Это было... Да, но теперь это... Вы что? Да. То есть, у человека не было судимости, оно там тихонечко умирало, и никого особенно за это не наказывали. Это действительно... И в те времена, я говорила, отмените вот эту вот норму, и тогда появятся оправдательные приговоры. Нет, я была не права. Отменяли эту норму, но оправдательные приговоры не появились, и она была к товарищу. Слушай, извините, но раз мы уже так собрались, так. Скажите, а как вы еще к суду присяжных относитесь? Надо было раньше, конечно, спросить. Это же бонусный вопрос. Потому что мне интересно, как это все получается. Я к ним отношусь положительно. Моей практикой было одно дело, с присяжными. И причем это были народные заседатели до нового ОБК. То есть это еще при старом ОБК, когда были народные заседатели. И вот у меня было одно такое дело с ними. Сказать честно, толку с них никакого. 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 Абсолютно. Профессионального толку. Никакого. Но моральная поддержка есть. Когда, допустим, как правило, прокуратура всегда, она нагромождает. Она лишними составами, она лишними доказателями. То есть у них вот это идет нагромождение, у них идет обвинительный уклон. Я вижу, что доказательств собрана вот куча, а человека нужно, ну не оправдывать, нет, но в меньшей степени его нужно как бы наказывать. И вот когда я сижу с коллегами в двойке, раз это было двое профессиональных судьи и трое народных заседателей, то я вот эту вот поддержку находила именно в простых, простых народных заседателях. Они говорят, да, ну мы же видим, что он там что-то там, ну вот он не рабов того, или он не так его с рабов. Вот здесь я находила у них чисто моральную поддержку. А так, как таково у вас с них было? Ну, скажем так, не получилось. А морально, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое.